Всем тихой ночи! В SCP есть некоторое количество скрытых сюжетных линий, про две такие, а именно уютную историю семьи Бонифей и полную загадок серию объектов про духов пещеры из SCP-921. Я уже рассказывал, но конечно же это не все скрытые сюжетные ветви, что есть в SCP. Вот недавно я наткнулся на еще кое-что. История эта начинается с одного на вид не опасного и простого объекта, хомяка имеющего номер SCP-1616. Это с виду безобидная зверушка, на деле является достаточно неприятным существом, способным аномальным образом сгрызть все что угодно. При этом хомяку даже не надо откусывать куски, то что он желает сгрызть просто появляется в его пасти. И тут все немного сложнее, чем кажется поначалу. Это не просто грызун, который берет и, например, сгрызает кусок металла. Он образует маленькие искривления пространства, в результате которых части того, что он желает схомячить, сразу оказываются за его пухлыми щеками. Из-за этой особенности его достаточно сложно содержать, ведь он может сгрызть не только свою клетку, но и целый комплекс фонда SCP. Поэтому имеет класс кетер. Опасность этого существа еще и в том, что он может, например, выгрызть какой-нибудь орган, даже не касаясь его, и находясь от жертвы на большом расстоянии. Например, во время испытаний с сотрудником класса D, он откусил тому глаз, и при этом глаз пропал из глазницы испытуемого, и появился во рту прожорливого животного. Страшный зверь долгое время оставался загадкой для фонда SCP. Однако одна находка пролила свет на его происхождение. Исследуя заброшенные подземелья в Новой Зеландии, агенты фонда обнаружили там странный комплекс, наполненный аномальными явлениями. А кроме аномалий, там были найдены документы, из которых следует, что это место служило лабораторией для экспериментов над животными. Первым подопытным стала мышь, которую неизвестный ученый смог наделить очень высоким интеллектом. Вторым подопытным стал хомяк. Он в результате серии экспериментов и превратился в то, что известно фонду как SCP-1616. Эти успехи были лишь этапами на пути к основной цели, и следующим шагом стало создание того, что фонд обозначит как SCP-2782. Когда агенты фонда вошли в одно из помещений заброшенного комплекса, там они увидели странную картину. Комната была заполнена скелетами попугаев, при этом они вели себя как живые птицы, двигались и издавали звуки. Это странное зрелище дополнялось еще и тем, что мертвые птицы жили в искаженном пространстве и времени. Как бы они не перемещались, их состояние возвращалось к исходному в 10 часов 55 минут каждого дня. Также они могли физически взаимодействовать только с теми объектами, которые находились внутри их комнаты. Если объектом был человек, лежащий без сознания, скелеты набрасывались на него и разрывали, имитируя съедание плоти. Спустя три дня, разорванный таким образом человек неизвестным образом появлялся в комнате с птицами. При этом он был полностью здоров. На его теле не было никаких следов того, что до этого его склевали мертвые попугаи. На момент захвата в комплексе было найдено 9 человек. Судя по видеозаписям с камер наблюдения, все из них до этого были съедены птицами. Они лишились рассудка и не могли объяснить, кто они и что они там делают. Судя по всему, этими людьми были работники заброшенной лаборатории, которые пытались уничтожить аномальных птиц. Для чего облили их бензином и подожгли. Птицы сгорели, но остались живы в виде подвижных скелетов. После чего эти скелеты и сажали 9 работников аномальной лаборатории. Но как оказалось, в этом месте работало 10 человек. И этого 10-го звали Изакиль. После успеха эксперимента с попугаями, Изакиль перешел к своему главному свершению. Результат его известен фонду, как SCP-1782. Это, кстати, очень интересная эмоциональная история, которую я уже читал на этом канале. Ссылка есть в описании. Люди, которые слушали то видео, ну или читали статью на сайте SCP, могли подумать, что ничего не понятно. Но очень интересно. Будем разбираться, что там вообще происходит такое. Дело в том, что Изакиль – это священник из Молдовы, который был главным в этой лаборатории. И он не просто так наделял животных различными аномальными способностями. Он нашел способ давать живым существам возможность творить чудеса, описанные в религиозных книгах. То есть, по сути, занимался Томатур-И. Хотя сам Изакиль называет свое занятие святой наукой. Это, возможно, является отсылкой на книгу с таким названием «Одного индийского йога», который в XIX веке написал книгу, суть которой в том, что все религии взаимосвязаны и являются единым учением. Конечной же целью Изакиля было создание человека, способного творить все эти чудеса. Для завершения своего замысла он приехал в Киев, где нашел женщину, которая в итоге забеременела модифицированным его святой наукой ребенком. Ребенок этот сразу начал проявлять сильные способности к изменению реальности. И напуганная мать сделала аборт, спустив абортированный плод в унитаз. Этот плод уже на тот момент был сильным мистическим существом, и потому вместо того, чтобы умереть в канализации, создал то, что известно фонду, как SCP-1782, небольшую область искаженного пространства, где этот абортированный плод является фактически божеством. В этом же объекте есть одна деталь. Там описывается, что Изакиль дал своим попугаем себя сожрать, но приключения его на этом не заканчиваются. Судя по всему, он переродился, как и его работники лаборатории, и следующий след в его деятельности был назван фондом SCP-3682. Однажды агенты фонда решили проверить слухи о том, что в республике Сахавра-Си встречаются путешественники, которые спрашивают, как попасть к несуществующему городу под названием Володин. Сообщения об этом городе привели сотрудников SCP, нехарактерной для этой местности церкви, внутри которой был найден скелет и несколько видеокассет. На первой оказалась запись, на которой можно увидеть самого Изакиля. Судя по всему, она относится ко времени, когда тот еще жил в Молдове и был священником. Вторая кассета содержит видео с тем же человеком, но уже на Украине. На третьей, судя по всему, показана работа ученых фонда с SCP-1782. На четвертой записи можно увидеть летающий посреди церкви человеческий эмбрион, окруженный пульсирующей черной жидкостью, а на последующих записаны различные катастрофические события с участием этой черной жижи. На видео есть кадры того, как местная армия, а также несколько МОК-фонда безуспешно сражаются с этим существом, разрушающим мир. Ну, по крайней мере, эти события существуют только на найденных в странной церкви кассетах, если, конечно, существо не было побеждено путем стирания целого города из реальности. После всех этих находок организация SCP пытается найти самого Изакиля, но эти поиски не дают никакого результата. Такого человека как будто бы никогда и не было. Хоть какую-то информацию дает находка фонда под номером SCP-2589 в маленьком провинциальном американском городке, который, к слову, называется так же, как и столица Польши, Варшава. Полиция несколько раз получает вызов, в котором говорится, что в одном из домов, где живет семья с двумя детьми, постоянно слышны крики. Приехав на это место, полицейские увидели, что у неспокойной семьи достаточно интересный питомец. Огромная масса плоти сортом, которые издают ужасные крики. Прибывший на место полицейский расстрелял чудовище из пистолета, но раны от пуль почему-то появились на мужчине, который находился в доме, а сам монстр пропал, как впоследствии пропал полицейский и вся семья, жившая в доме. Этот случай поначалу не был замечен фондом, но в свете предыдущих находок агенты заинтересовались событиями, произошедшими в этом захолустном месте. Ведь один из пропавших детей носил редкое для тех мест имя – Изекиль. Фонд SCP захватил этот дом и обнаружил, что монстр все еще там обитает. При этом существо остается абсолютно незаметным для текущих жильцов, которыми оно все время и питается. Монстр пожирает людей, но они через какое-то время появляются снова целые и невредимые. Как будто их и не съели. И все для того, чтобы быть сожранными снова. В общем, жизнь у них там достаточно необычная. Еще в доме лежат несколько видеокассет, из которых можно понять, что детство маленького Изекиля было не то, чтобы очень приятным. Ведь его родственников тоже постоянно поедало чудовище. И именно его свойства он позже воспроизвел в своих странных экспериментах. А религиозные книги и идеи святой науки тут совсем не при чем. Такова история под названием «Святая наука». История, объединяющая несколько довольно эмоциональных объектов SCP в один рассказ. Рассказ на удивление, имеющий начало и конец. Что вообще редкость для SCP? Всем пока!